И со мной два, я даже не знаю, как нас два гостя. Демоны. Демоны. Два гостя, просто лучше два гостя. Гости, гости. Вы же ведущие. А, уже хозяева. Вы же хозяева. Со мной два хозяева. Приветствую наших зрителей. Дожили мы до очередного понедельника. Добрый вечер. В эфире программа наша. Это Григорий Гельфер, Геннадий Гендин и... Евгений Гендин, я прошу... О, уже позвала неправильный. Да ничего, Тамарочка, ничего. Господи, Елена Кальяна. Анжела Кальяна. 370-3101. Это прямой телефон нашей студии. Пожалуйста, принимайте в ней участие. Звоните, задавайте вопросы. И, возможно, будет что сказать вам по этому прямому номеру. И не только телефон у нас. Телефон хоть правильно сказала? Телефон сказала правильно. Весна, Алиночка, весна. Мы же просто перешли на летнее время. Да, я напомню, что у нас, несмотря на то, что мы перешли на летнее время, есть Facebook, он Facebook наш, такой хэштег можно поставить, где в онлайне вы можете задавать вот сейчас вопросы. Нам написала Ольга Владимирова, это директор... Здесь Небра Бетронска. ...и вдохновитель 9-го канала, что сайт атакован хакерами, и он... А, я прочитал, онлайна. Онлайна не будет. Онлайна нет. Ну, надеюсь, вы нас посмотрите в 8.30 и на YouTube и так далее. Но можно сейчас по Facebook задавать нам вопросы поострее, которые поставят нас в тупик. Онлайна не будет. Да, онлайна вроде пока нет. Ну, я вот еще раз напомню, что мы работаем в прямом эфире и уточню, что мы выходим уже по новому времени. То есть, если вы нас сегодня видите, и если вы нас увидите завтра утром, значит, вы точно перевели стрелки ваших часов, и они у вас идут правильно. Правильно? Ну, конечно. Я хочу сказать, что стрелки переводились не только вот сегодня, а у нас на прошедшей неделе была сессия, такая городского совета, довелось присутствовать. Там было много разных вопросов, но ключевой вопрос, он был связан с тем, что была петиция из тысячи с лишним даже, наверное, человек о снятии с Александра Вилкула звания почетного гражданина города Днепропетровска. То есть, прецедент, ну, были, да, там, на самом деле, вот из Кобзона снимали. И, оказывается, в 1917 году, вот все почетные жители города Екатеринослава, было заседание там Совета по инициативе фракции большевиков, двадцатью тремя голосами эту почетную доску, в общем-то, пригвоздили к позорному столбу, и с тех пор ее найти не могут. А как тогда в 1917 году, извини, громадская сила голосовала? Ну, как это? Как ты голосовала? Как ты? Баузерами. И я хочу сказать, что здесь был... Ну, на самом деле, почетные жители у нас есть, и многих мы знаем, это и наши ученые, ну, знаменитые, да, там, ракетчики, и... Ну, не к сожалению, а так сложилось, что среди них есть политические или там хозяйственные деятели, которые просто воспользовавшись конъюнктурным моментом, ну, тоже получили это звание. Ну, я возвращаюсь к Вилкулу. Значит, прошло голосование... Не возвращайся к Вилкулу, пожалуйста. Я же не Криворожский человек. Я постараюсь двигаться дальше. Ну, во-первых, очень зажигательно выступил Руслан Вишневецкий. Это член... Он звездой стал. Да, звезда. Это член, как это называется, оппозиционный блог Днепропетровска. Суть его разговора сводилась к тому, что Саша Белый, это просто ребенок по сравнению с Вилкулом. И после этого произошло голосование. 38 человек, значит, сказали, что надо снять. Звание, 20 человек против. И некоторые люди, я не буду сейчас говорить фамилии, кто захочет, может найти. И есть это в интернете, это точно есть. Ну, я скажу. Да, вот если что, Генгин скажет. Короче говоря, вот сняли это звание. В общем, кто-то был счастлив, кто-то был очень разочарован. Ну, одним почетным гражданином стало меньше. Я просто хочу сказать, что мне кажется, главное, что в городе должны быть просто граждане. Вот если в городе будут граждане, будет гражданское общество, тогда, наверное, из них уже будет формироваться кто-то почетный. Бедный Александр Вилкул. Теперь у него не будет бесплатного проезда в метро и электротранспорте. У него не будет ежемесячной материальной помощи внести гривен. И хоронить его за бюджетные деньги. И кредит на квартиру, между прочим, беспроцентный может. Но он станет почетным жителем Кривого Рома. Я хочу, чтобы мы потом не возвращались к Вилкулу, по крайней мере, к одному из них. А там уже, глядишь, ко второму. 38 голосов, я просто уточню. 21 голос — это укроп фракция. 7 из 9. 7 из 9 — это оппозиционный блок Днепропетровск, которые опомнились и перешли на сторону добра. Не голосовали, по-моему, депутаты Демидова и Царенко. 4 самопомич — это все, кроме секретаря Мишалова, который, честно, накануне заявил, что политические вопросы не голосуют. И 5 — БПП. Впервые БПП проголосовали вместе. Не все. Со всеми. Кроме одного — это руководителя фракции Камиля Примакова, которого не было. Ну и плюс Борис Филатов, как это ни странно, проголосовал. Против, да. Да, против голосовал у Паблок Кривой Рог, назовем его так, и Громадская Сила. Значит, говорят, что это политическое решение. Да, это безусловно политическое решение. Равно как и политическим решением было решение о присвоении. Тогда, ну смотрите, демократия шагает вперед. Тогда 98 из 101 проголосовали за политика, который в этом городе был там несколько лет, лишь похозяйничал. Вот, а сейчас все-таки 38 из 62 присутствующих. То есть это не подавляющим большинством, но тоже. То есть городу, на мой взгляд, нанесена польза. Стало легче. Да, нанесена, вот говорят, да, это самый важный вопрос, одни и те же начинаются матрицы. Нет, не самый важный вопрос. Вот пенсии, вот зарплаты, но чистка ауры. И вообще устранение этого нонсенса. На самом деле действующий политик, и как бы Филатовый, это подчеркивает. Правильно, и Филатову, если вдруг кто-то думает, сейчас Корбану собираются петицию. Ну вот эту крайность другую-то запустили уже, зачем это сделать? В действующем политик выполняет свою работу, потом история его оценит. Коротко с этим закончим. Там был смешной диалог, я же все-таки фольклор сессионный. Я не депутат, я хожу за фольклором. Знаете, птичку жалко, как Шурик. Был диалог Филатова с Сиротой. Сирота – это фамилия, если что. Это, значит, есть Сирота. Это топ-менеджер Вадима Ермолаева, нашего городского олигарха. Значит, вот был такой диалог. Ну, Сирота, по блогу же он говорит, я говорил с уважаемыми людьми, они очень уважают Александра Юрьевича Вилкова. Филатов говорит, это с Ермолаевым вы говорили, Сирота. Не только с ним, но он столько денег вложил. Филатов, у меня столько нет просто. Сирота – молодец, он ему ответил. У вас все получится. Филатов поставил точку, вашими молитвами. Ну, в общем, короче, с Вилкова Джуниор пока курит. Ну, я думаю, что если петиция вот та нелепая, которую запустили в ответ, да, по Корбану я имею в виду. А там уже две, петиция против петиции есть уже. Ну, потому что действительно это перегиб и бред, и совершенно это не нужно делать. Это репетиция. Но у Александра Вилкова теперь есть шансы стать почетным гражданином другого города, поскольку его родной отец уже является, наверное, почетным гражданином другого города. Еще дух святой там должен быть. Все знают, что вчера в Кривом Роге проходили новые выборы старого мэра этого города. И по предварительным данным 74%, около 74% голосов набрал отец родной Александра Вилкула, Юрий Вилкул. Ну, собственно, на мой взгляд, эти выборы можно было и не проводить, особенно вот с того момента, когда самопомощь откровенно и совершенно добровольно их слила, когда сняла с выборов предыдущего кандидата Милобога и выдвинула Семена Семенченко. Ну, и такое впечатление было, что Юрий Вилкул в списке своих конкурентов, кандидатов составлял сам. Конечно же, все прошло достаточно гладко. Это естественно, потому что большой опыт уже у этого кандидата. Гладко. В всяком случае, полиция отчиталась о том, что никаких серьезных происшествий не было. Очень массово участвовали пенсионеры, очевидцы рассказывают, что там чуть ли не 100-летних людей подносили к урнам. Ну, я преувеличиваю, конечно, но обеспечили, очень постарались обеспечить явку пожилым людям. Собственно, они и, в общем-то, обеспечили победу новому старому мэру. Ну, не только они, но я считаю, что здесь, в общем-то, Криворожан поздравляет нищим. Ну, и винить-то их, в общем-то, тоже не стоит, поскольку, ну, никакой альтернативы. Бачила, что купувала, и самопомощь, она, в общем-то, откровенно оказалась самонемощью в этом вопросе. Вот, так что теперь у семьи Вилкулов есть свой город, и они могут быть там почувствованы. Все же, никто никого не побеждает навсегда. Да, тухлые, безусловно, как бы выборы, не вижу как бы трагедии, проходим определенные этапы. Но сказать, что они вот совсем были скучные, я не могу. Я сейчас покажу видео, все-таки там... Такие веселенькое было. Да, да, я такая некая цыганочка с... Я сейчас скажу, когда показать, цыганочка с выходом там определенная. То есть я увидел, там же Криворог самопротяженный, там есть и Гоки, там есть Долгинцево вообще район совершенно отдельный. И Долгинцевские ромы, и Долгинцевские четки. Вот цыганы, то есть, если бы не проголосовали, то есть победу принесли не только бабушки, а принесли, безусловно, многочисленные ромы, которые почему-то в больших количествах организованы, тоже были подвезены. Давайте вот эту цыганочку с выходом посмотрим. Они с медведями, нет? Да, нет, медведя. По одному, по одному, по одному. По одному, по закону не можно. И что? Девчина проголосовала, а она не грамотная. И что? По одному, все порушения. Все порушения. Это не порушения, они не грамотные. И что? И что? Кривой рок, я бы даже сказал кривой рок-н-ролл, но в итоге выбрали барона, в общем-то, Ромы в Кривом Роге, пусть им все будет хорошо. Но, конечно, все вот это такое, ай-не-не-не-не-не-не. Ну, все это печально. Я не знаю, куда катится ЧВ Ловечество. Ай-не-не-не, знаю. Ну, когда Юрия Вилкула спросили, почему он не ушел в отпуск на время предвыборной кампании, он ответил честно и сказал, что если бы он ушел, тогда бы некому было платить пенсии пенсионерам, обеспечивать порядок город. Нам же до этого заплатили там 500 гривен. Ну, и солнце, солнце бы не светило. Ну, выбрали, пусть, ну, в конце концов, а вдруг? Я просто хотел сказать еще об одном событии. Это, конечно, событие важное, но я надеюсь, что Кривой Рог, в общем, как-то станет на путь нормальный. На ровные рельсы. Да, со временем. Как это сделал Днепр? Делает. Насчет сделал, мы еще посмотрим. Но я хочу сказать о событии очень важном, которое произошло тоже на этой неделе. Суд все-таки вынес приговор Надежде Савченко, и он оказался тем, который как бы и анонсировали. Это 22 года, значит, лишения свободы и еще 30 тысяч рублей штрафа, как оказалось. То есть, о том, насколько правосудие российское справедливо к своим, так сказать, объектам суда, я могу сказать только, что вот помните, была такая трагедия в Армении, когда Валерий Пермяков убил... А, это солдат. Да, да, солдат. Погибло 6 человек. Значит, он получил 10 лет тюрьмы без штрафа. Ну, то есть, чтобы было понятно, так сказать, как работает российская эфемида. Поэтому, ну, понятно, что после того, как суд вынес приговор, и было сказано и Надежда, и адвокатами, что она не будет подавать апелляции, все это дело переходит уже в другую плоскость. И, там, тот же Песков заявил, что не нужно русофобской истерики. Вот Владимир Владимирович Путин, он примет. Да, он примет правильное решение. Скорее всего, значит, ну, решение будет такое принято, что ее обменяют на Ерофеева и Александрова. Это два... Ну, это хорошо было бы, если бы было. Ну, там тоже убили их адвоката, непонятная, как бы, история с этим всем. В общем, и, как сказал тоже вот Марк Фегин, сколько нужно убить адвокатов, чтобы, наконец, разрешилась эта ситуация. Я думаю, что Надежда Савченко вернется в Украину, и она вернется, я думаю, с таким рейтингом, что, как в фильме «Ирония судьбы», Юлия Владимировна скажет, моя Надя вернула. Ну, самое печальное то, что, в общем-то, состояние физическое сейчас ухудшается и резко ухудшилось. Ну, мы все-таки верим и ждем, что она окажется на родине. И верим, что этого же и руководство наше хочет, и не видят в ней никакого потенциального конкурента или какого-то трибуна. Они сейчас по-быстренькому... Они во всех, а то не между Саакашвили и Савченко, там они там просто... Вот пока не появился, истина, действительно. Сейчас по-быстренькому Гройсман готовится вступить. Гройсман, да, когда меня спросили, как ты считаешь, да, я, кстати, сказал, Гройсман будет премьером, либо премьером, что надо, либо будет премьером, что надо, либо будет, да. Гройсман будет, короче, пока нам сказали, Гройсман будет премьером, что надо. Я просто про Гройсмана еще хотел сказать, что вот говорят же, ну и пишут там тот же Виталий, что у него своего рейтинга нету, даже в отличие от Есеника. Ничего, его рейтинг слипнется с рейтингом Петра Алексеевича, это же чисто кондитерская терминология, а там слипнется и будет одно и то. Если он не выработает свой рейтинг, я слышала такую версию о том, что вот радикальная партия, она будет требовать спикера себе взамен за голосование за Гройсмана, будут требовать должность спикера. Так что у нас есть такая возможность, возможно, иметь спикера с вилами. Ну а что, нормальный оратор, трибун, все равно задача, зрелища там будет выполнена. На самом деле, да, про рейтингу и про именную все-таки партию, про блок вернее, про бок Петра Порошенко, я одинаково достаточно с недоверием и с некой даже вот брезгливостью отношусь и к фобам и к ботам. Это касается, ну популярное сейчас вражение, порохофоб, порохобот, теория зрады, стараюсь мне как бы все-таки между зрадой и перемогой не жить в двоичной системе. Но так как гулял блок Петра Порошенко на прошлой неделе, чистился типа, почистился, это вообще, ну у меня закон 37-2. Это за очищение у них? Да, да, закон 37-2-0, это отдельно потом тема, как они чистили список тех, кто не зашел. Но они действительно убрали, значит, удалили, те, кто вышел из фракции, они уже не депутаты, все знают, Фирсов и Томенко. Тоже два разных достаточно депутата, но со своей позиции, Каноненко остался. Вот, но поскольку про Фирсова много говорят, но есть еще депутат Чепинога, он не на все ходе, он хороший писатель, скажем так. Ну, Чепинога, он не может на все ходить. Ну, человек, на мой взгляд, с совестью, хоть может быть не самый добросовестный депутат, но лучше поступать так, как он. Он в своем стиле, в стиле Суржика с ненормативом, вот написал, сейчас же урядовым курьером является Фейсбук, да, вот тоже, что он выходит из фракции. Написал он это достаточно своеобразно. Думаю, треба якось підтримать морально Фирсову и Миколу. А як? Короче, официйно заявляю про выход из фракции БПП, як ублюдочную тупую структуру. Это слова Чепиноги депутата, значит, а не позиция, доживем до понедельника. Вплоть до лишения мандата, в скобках, изрядно напуган. До свидания, леди энд джентльмен. Джентльмен, в единственном числе, меня тоже порадовал. Спасибо за внимание. И перед этим он написал вроде бы такую ироническую, но болевую вещь, в которой, на мой взгляд, суть, корень проблем. Это проблема одного человека, вот как он мучится, я представляю. В данной ситуации он писал про нашего с тобой знакомого по фамилии Луценко. Я просто это зачитаю, потому что это произведение искусства, но и суть этих проблем. Я не заздрю Юрия Луценко, без иронии и сарказма, честно, не заздрю. Собачья работа, прочитав щойно его пост про Томенко и Фирсова. Ему за складом души треба быть особо впевненным в том, что он пишет. А это каждый раз и злом психики. Фракция у нас так себе, если честно, у сброду. Фракция, у которой внутренняя конкуренция сильнее межфракционной. Деякие люди ненавидят одного всема жабрами своей души. А Юрий Витальевич пытается найти компромисс. А как найти компромисс между Мустафой и Березенком? А никак. Тому он ходит в этот ад щоденно на Банково, потом приходит и интерпретует. И вот она суть. Господа, каже, так получается, что завтрашнего дня зеленый – это фиолетовый. А желтый – сирый. А бурового вообще не существует. Мне неудобно, но так надо. То есть, конечно, возмущаются сильно. А я так любил фиолетовый, вообще бурый. Но потом все равно голосует спустя рукава. Эх, кажут, жалко фиолетовый, и голосует. И я как-то так подумал. И странно, у нашего президента целая фабрика с тортами и конхветами, а мы одно о то ему. Но я этого никому не сказал, просто головой подумал. Боже, а какие в них там барда? Ну, есть место и литература. А кто все-таки джентльмен? Все-таки кто джентльмен? Последнее П в этом БП. У нас есть телефонный звонок. Давайте возьмем, коротко послушаем. Может, это звонит Петр Алексеевич? Возможно. Добрый вечер, мы вас слушаем. Есть у нас в городе Петр Алексеевич? Вертушка. Добрый вечер. Добрый. Раз начали о Вилково, хочется сказать по Вилкову-младшему. Вот скажите, петиция 1300. Ну, город-миллионник, и это 0,01%. А давайте сделаем петицию 100 тысяч за вас, опять его почетным, значит, гражданином. Может быть такое. И так без конца. Одни будут лишать, а другие будут это. Там же депутаты все прогулки. А за старшего Вилкула я вам хочу сказать, вот Кривой Рог хоть градами окружить, все равно люди проголосуют за Вилкула. Он ректор, он все делал и делает, и в бытность председателя обувь Совета, он старался. И хоть, я говорю, и градами окружить, и Кривой Рог все равно проголосуют. Нет, давайте про грады мы не будем о градах. А никто же не говорит, что гражданин. А я уверен, что если вы наберете петицию 100 тысяч в поддержку Вилкула, ему присвоят, да, вернут, конечно. Собирайте. Ну, петиция это для инициирования на самом деле, а голосуют-то депутаты, это же не по петиции его лишили. Это всего лишь инициатива. Конечно, да. Правильно я понимаю так? И что, продолжаем город у нас дальше. В общем, там событий городских у нас много. Я хочу так достаточно коротко поделиться. На минувшей неделе мэр все-таки посетил нашу студию, долго ждали. Встреча состоялась в прямом эфире. Ну, скажу свое личное впечатление. Вот пока надежда немножко у меня появилась, потому что почувствовалось, что какая-то почва у Филатова уже под ногами есть, он ее обрел. Будем считать, что первые 100 дней они ушли как-то на какие-то организационные процедуры, а вот следующие 100 дней они уже будут с какими-то результатами. Итак, бюджет есть. Он, как говорят, баснословный. Приоритеты не все мне понятны, например. Непонятно, почему такое внимание паркам, хотя это нужно. Непонятно мне, почему вот в планах нет, в бюджете еще нет, но запланировали запланировать три канатные дороги у нас в городе. Вот архитектурное управление планирует уже к июню представить на рассмотрение депутатов совершенно новые проекты, совершенно новых подвесных дорог. Ну, просто вот сказочный город. Я не знаю, круто это или нет, но мне бы хотелось, например, лично мне, хотелось бы увидеть Днепропетровский обновленный транспорт. Мэр сказал, что об этом не забыли, что это действительно очень серьезный вопрос, он требует очень серьезных перемен, новой структуры, пока работают над этой транспортной логистикой, может быть даже привлекут инвесторов, хотя мне лично непонятно, кто захочет инвестировать в Днепропетровский транспорт. Ну, дай бог, к сожалению, оптимизма не внушает наличие старых кадров в нашем транспортном департаменте. Я имею в виду Ирину Прилипу сейчас. Много лет в этой студии она обещала организовать студенческий маршрут. Например, к организации подвесной дороги я бы порекомендовала в 9 часов утра приехать на Победу и поехать в студенческий район, в главный корпус университета, ну или хотя бы на проспект Гагарина. Сделать это невозможно. Три года назад здесь было обещано запустить нам большие автобусы, большой вместимости. Я вам скажу, что это одна из главных причин, почему студенты прогуливают первые пары. Потому что уехать не... Это правда. Тогда будет другая причина. Уехать невозможно. Обещала. Я приглашаю, официально приглашаю Ирину Прилипу к нам в студию. Ну пусть она ответит. Придет вот и ответит. Ну или, по крайней мере, что-нибудь еще пообещает. Гаррика, она страшная. Правильно. Ну правда, но не в нашу программу. Нам она может позвонить. Нет, в студию к нам в новости. Я хочу просто немножко подхватить эту тему, потому что, ну, так объективно сложились обстоятельства, что я участвую немножко в этих процессах. Вот сегодня было такое... Потому что он депутат, напоминаю. Да ладно, ну да. А то буду думать. Это уже не идет избирательная кампания. Вот. И сегодня было такое, ну, заседание двух фракций. Это фракция, ну, Укроп и фракция Самопомичи. Ну, это те фракции, которые в свое время инициировали, как бы, создание вот этого демократического большинства. И, на самом деле, ну, я не буду рассказывать детали, потому что это все-таки есть, ну, фракционная, межфракционная этика. Ну, страсти бурлили очень серьезные, потому что, на самом деле, ну, в отличие от предыдущего формата городского совета, где все решалось, где центр принятия решений, он, в общем-то, был локализован. Локализован, и было понятно, что бывший почетный гражданин и соответствующие по вертикали люди все решения принимали. А сейчас оказывается, что надо спорить, надо согласовывать. И вот даже вот маленькая фракция Самопомичи, которая всем выкрутила руки и заняла немаленькие позиции городского секретаря, там, горсовета и бюджетного комитета, они сегодня тоже, в общем-то, сплоченно говорили о том, что мы считаем так-то, так-то там. И заставляли к себе прислушиваться. И поэтому я понимаю, что процесс будет интересным, и он все равно не остановится, вот что все сейчас закатают. Даже я имел, как бы, я не знаю, там, смелость или не смелость. То есть я заговорил о том, что немножко забыли про культуру, да, потому что там отремонтировать подвесную дорогу или закатать там 100 миллионов на парке, это, конечно, хорошо, но, в принципе, это не очень. И поэтому мы вот договорились и были поддержаны мэром и депутатами тех, что нужна там программа «Культурная столица», о которой говорил Борис Альбертович. И эта программа была поддержана. И я надеюсь, что мы сможем о каких-то культурных вещах и о событиях, которые в рамках этой программы происходят, говорить даже в нашей программе. И не только в нашей. Но для этого пришлось немножко поднажать. Оказывается, так в городе это делается. Ну, в общем, да. Отстаивать, отстаивать, как бы, ресы. Ну, как и видите, это тоже вариант. Я про культуру продолжу. Тут вот спрашивает Виктория Степаненко. Позвольте, нас, наверное, засеклистовы, позвольте поинтересоваться от впечатлений от концерта Ефремова Орлова. У нас пять минут. Это было здорово. Да хорошо, пять минут, я тогда парковка в следующий раз. Я хочу просто про культуру. Я тогда про культуру, тоже культурный вопрос. Значит, я про сперму хочу сказать. А давайте вот коротко, очень коротко просит у нас звонок зрительщик. А про сперму? А про сперму сейчас мысли. Пожалуйста, добрый вечер. Очень коротко, у нас мало времени остается. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Слушаем вас. Я о транспорте хотел вернуться, если можно. Пожалуйста, говорите. Я понимаю, программа немножко юмористическая, но я о серьезном. Да, да, да. Все злочения Влады предыдущие беспокоились о транспорте, о электротранспорте, который больше всего бережет здоровье трудящихся жителей нашего города. А сейчас вот эти маршрутки, это же, вы же понимаете, это мы робим сами себя, своих детей и своих внуков. Безусловно. Почему об этом никто не говорит. Вот говорим. И у ученых, у серьезных людей, вам все расскажут, как надо поступать в этом случае. Спасибо большое за комментарий. Обещал Борис Филатов, 13-й маршрут троллейбуса возобновить. И на Сокол тоже. И на Сокол, ну и вот подвесные дороги тоже. Давай, Астер, спасибо за звонок. Продолжаю тему культуры. Как страшно жить в этой стране. Какая культура, когда сперму воруют, Лена? Бычью, правда? Ужас. Лена, а вот что ты сказал, воруют? Лена, запятая. Я на тебя посмотрел просто. Бычью, мне думал, что ты поймешь мою боль. Бычью, правда, но от этого не менее страшно. Потому что сегодня бычью, а завтра, не дай бог, человечество. На Одесской, суть, коротко. На Одесской таможне, на таможенном посту Ильичевск пропал груз бычьей спермы. На 83 кило, Лена. На 85 миллионов гривен, Лена. Замороженная, гранулированная, хранилась в контейнерах. На самом же деле, это важная штука. Она в косметике всякие, ну тебе ли не знать, кремчики всякие, маски. Это бытие больно. Это же, да, белок, лосьоны, там, лак для волос и так далее. Ты рекламируешь? Прокуратура, ну просто такого преступления века не было. Прокуратура, подозревая слово прокуратура, не могу бы говорить, подозревает, что к похищению причастны работники государственной фискальной службы. Я не знаю, где был Михаил Николаевич Саакашвили, он на гастролях, но я считаю, что он обязательно должен заняться спермой, потому что бычья сперма – это дело чести. Пропала она, короче. Я не удивлюсь, если скоро общество начнет быковать еще больше. Если скоро она появится где-то совершенно неожиданно. Я надеюсь, то есть это, я считаю, что это преступление века должно быть раскрыто. Я тоже так думаю. Я думаю, что нам вот скоро время заканчивать. Давайте о хорошем. О хорошем? Ну, я такая музыкальная пауза, да. Ну, много событий. Во-первых, Земфира, значит, там с третьей попытки, уже используя не очень нормативную лексику, попросила убрать все-таки украинские флаги. И сразу поднялся такой, значит, шум в Фейсбуке, что она не любит Украину, что она плохая, и здесь не надо не слушать. Вот хотя это было в Литве. И, в общем-то, на самом деле, к ней пришли. Она артистка, и артистка хорошая. Я считаю, что и певица классная, и, в общем-то, она в своем праве на своем концерте с третьей попытки уже допускать какую-то нормативную лекцию. Ну, а, скажем, певец Лоза, это вот российский певец, он, например, сказал, что и Роллинг Стоунс, и Ладзи... Которые на Кубе выставили. Да, да, да. Сказал, что, в принципе, они и в ноты не попадали, и, значит, и Джаггер вообще там, он и играть на гитаре не умеет. То есть, ну, короче говоря, опустил их как мог, и только Макаревич сказал, что да, конечно, вот Юра наш все умеет, только он никому не нужен. Ну, говорят, что у него есть какие-то известные песни. Есть, кроме плот, кроме плота, у него что-то еще есть. Но мы не будем сегодня петь эту песню, я просто хочу сказать о реальном, хорошем певце, заслуженном артисте Украины Александре Сергееве. Вчера был день театра, я хочу всех поздравить, а у Сашки Сергеева сегодня юбилей. Ему стукнул первый полтинник. Скажи, артист каких театров? Артист театра оперы и балета и театра КВН ДГУ. И у него 1 апреля бенефис в театре оперы и балета. И на самом деле он бы пригласил всех, он очень добрый человек. Но если кому-то это интересно, я уверен, что это интересно и много, можно за небольшие деньги купить билет туда, потому что эти деньги, это бенефисы, поэтому все эти деньги пойдут на поддержку Александра Сергеева, который растит маленького сына и который, в общем-то, нуждается в вашей любви и поддержке, хотя и имеет их. Вот так вот. Замечательно. Приглашаю. 1 апреля. Театр оперы и балета. И вас тоже с днем театра. Ой, спасибо. Наконец-то пришлось выклинчить это. Почему выклинчить? А телезрители, я хочу попросить, есть 20 секунд, да? Есть 20 секунд, да. Да, я хочу телезрителей попросить. Да, мы непростое время, живем, куча там вот этого всего, но я просьба к вам, друзья, в это непростое время постарайтесь, пожалуйста, максимально сохранять рассудок. По крайней мере, мой рассудок. Пожалуйста. Спасибо большое. Мы будем стараться вместе со зрителями. И нашим зрителям сегодня огромное спасибо. Мне говорят, что очень много звонков сегодня, телефонов. Пишите, лучше пишите. Ага, проснулись. Не можем все дать. На Facebook дать, пишите, кто может. Или начинайте звонить раньше, вот формулируйте вопросы, мы тогда сможем вас раньше брать. И пусть пишут, Лиза, пусть пишут. Мы нам очень нужны. Больше, чем звонят. Ну, к сожалению, да, у нас не все обладают интернетом, не все могут заходить. И не все грамотные. На бюджет примут среду, будет интернет, во всяком случае. Надеемся. Ну что, на сегодня все. Спасибо за внимание. Доживем до следующего понедельника. Я думаю, что будут только приятные события, потому что весна уже наступит. Всего доброго. Пока. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok